Завтра в Беларуси будет означаться День работников сельской господарки и перепроцовшей промысловости агропромыслового комплекса. На Гомельшине в этой голене зараз працуют около 70 тысяч человек. И в протяге тема некольки лишь бы у продоставленных Министерством сельской господарки. Подаденных на сене с уликом кукурузы в регионе намолочено больше 1 125 тысяч тонн сборжа. Это значительно больше летошнего, при том, что уборка еще протягивается. На первые дни свято наши корреспонденты наведали одну из лучших господарок Житковицкого района. Надея Купрацевича, терратором машинного доения, працует уже 16 лет. Кажется, что работа ее вельми подобается, да и график сручный. Застоится час и для семьи, и на приватную господарку. Головный секрет працанных поспехов – любовь доживел. Некоторые, как говорится, строптивые, надо к ей особый подход. Ну, это животное, тоже живое существо. Они же тоже все понимают, какие люди, хоть они не умеют разговаривать. На дверях у всех фермы молочно-товарного комплекса Морохарова один и той же надпись. Крышать и бить живелу категорично забороняется. Это не просто заклик, обовязковое потребование для всех работников. У господарца Пирокананы только так можно досягнуть высоких покашеков. 90% молока с этого комплекса реализуется гатунком «Экстра». Это напрямую отбивается на зарплате оператору машинного доения. Заразе она складая от 1300 до 1500 рублей. Оператору машинного доения подобрала, что мне с ними не приходится ни свариться, ни ругаться. Что сказано, все сделано. Каждая доярка соблюдает свой распорядок рабочего дня, технологии доения коров и так далее. Сегодня акционерное товариство «Проозерская Агра» угоходить у состав унитарных предприемств «Молочная правда». На Гомельшине это достатково распаусюдженная практика. Свои сельскохосподаршие предприемства мают, например, «Беларусьнафта» и «Гомельский химичный завод». Это позволяет укладывать у сельскохосподарку большзначные инвестиции и отрымливать больш высокие объемы продукции. Предприятие данное работает с прибылью в растеневодстве, доберись определенных результатов, в животноводстве на достаточно высоком уровне. В этом году большой объем кормов заготовили, травянистые кукурузы. Сейчас ведется в хозяйстве уборка кукурузы на зерно, что из-за того, что бедная почва именно для этой культуры уделили здесь самой большой площади. Середняя зарплата у «Проозерским Агра» по выниках 10 месяцев этого года склала 1170 рублей. У механизаторов на 500 рублей больше. Заразены занятые на уборце кукурузы, у «Раджа», якой будет больше летошнего. Сегодня на палетках просуют пять комбайнов, с понеделка их колькость повеличится у двоя. Необходно и оптимальные термины вытрымать, и якосносение забеспечить. У дирекции господарки обещают, что процент механизаторов будет оценено отповедным чином. Как дарыши и у всех остальных работников. Если есть выник, то и зарплата повинна быть отповедной. Позиция наша такова, что если человек работает, то должен получать достойнейшую зарплату. И на это мы денег не жалеем.